Хей, гайз! Всем привет, добро пожаловать на канал Лас на связи, и сегодня мы с вами находимся буквально в детективной игре про Джеймса Бонда под названием Black Said Under The Skin. Возможно, я неправильно прочитал, но тем не менее, это игра про кота, про кота, мужика-кота. Короче, я даже, давайте, вот я не буду пока объяснять, потому что вы сейчас сами все увидите, я эту игру уже давно заприметил в Стиме, и хотелось мне посмотреть, о чем эта игра. Смотри-ка, сразу начинается. Опачка, сразу начинается. О, так тут подвешенный, смотри, уже видно, что это не человек особо, да? Точнее, как бы, тело человека, форма, а вот внешний вид немножечко другой. Так, и чего? Это какой-то спортивный клуб. Сейчас завяжет, наверное, да? Да-да-да-да. Слушай, ну, видите, сразу слет у детектив. В этом интерактивном кино используется такое же управление, как и в других играх этого жанра. Вы все равно хотите включить обучение? Слушай, я вообще, на самом деле, никогда не играл в интерактивное кино, поэтому давай посмотрим, что за обучение. Или я, наоборот, его выключил. Вот, вот с такого кота мы, собственно, который сейчас загружается, будем играть. Возможно, вы тоже, ребят, видели эту игру, потому что она как-то, ну, где-то виднелась. Это было явно. Лучше всего играть с контроллером. Ну, извинитесь, я буду играть, как говорится, на клавиатуре и мышке, так что поехали. Так, офис какой-то. Офис. Джон Блэксет. Или Блэксад, но, наверное, Блэксет, скорее всего. Иногда переступил порог своего кабинета. Я вдруг представляю, что брожу по руинам древней цивилизации. И не из-за вечного беспорядка, просто многое здесь еще напоминает о том цивилизованном существе, которым я когда-то был. Ага. Да-да-да, детектив. Ого. Отдавай фотографии, ублюдок. Живо! Ничего себе. Иначе ты сдохнешь, котяра, понял? Так, смотри, подожди, это обучение общению, да? То есть, давай посмотрим. Ребят, если кому как бы неинтересна обучалка, то можете проскипать, я думаю, видео и дальше. В разговорах с другим персонажем вы выбираете свои вопросы и ответы. В некоторых ситуациях у вас есть время, чтобы подобрать слова. Но будут ситуации, в которых придется думать быстро, отвечать как можно скорее. При желании в этих случаях можно просто промолчать. Получается, на А мы нажимаем это ты кто, и на Д это какие фотографии. То есть, круто, да, сделана именно стилистика. То есть, у нас мужик такой, знаете, детектив в штатах, в рубашке, галстук. Это кот с сигаретой такой. И заходит к нему просто этот, как вот, хотел сказать, мамонт, носорог. Так, подсказка отключена. Так, и что нам нужно сказать? Ты кто? Ты кто, типа? Мы встречались, лицо знакомое, но... Ты за мной спионил! Лицо знакомое. Фотографировал меня с дамой! Тогда ты понимаешь, почему я не особо фокусировался на твоем лице. Я тебя прикончу! Ага, так, смотри. Быстрые события. Время от времени придется действовать быстро и двигаться при помощи ВАСД. Иногда реагировать придется очень быстро, что будет слишком... Иначе будет слишком поздно. Вот, блин, реагировать быстро я не очень умею. Так, ну давай. Не, иногда просто не успеваешь смотреть за подсказкой, на самом деле, какую там кнопку тебе предлагают нажать. В определенные моменты игры вы должны быстро нажать указанную кнопку. Вот я про это и говорю. Иногда просто даже не сообразишь, что от тебя требуют. Чтобы выполнить определенное действие. Ну, окей, давай. Надо на пробел сейчас будет нажимать, да? Да, 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 да. Отдай мне снимки! Так, во время игры вам не раз придется принимать решения, последствия которых будут незначительными. Например, когда вы решаете кулаком ударить или головой. Но будьте внимательны, некоторые решения имеют далеко идущие последствия. Ничего себе. Иногда с принятием решения торопиться не придется, и можно будет как следует обдумать свои действия. Окей, удар головой, удар кулаком, да, скулакаем. Головой, милая в рот. Я пожалел о том, что ударил такого типа. Бам! Ну, по крайней мере, это голубая ревенция, чтобы его слабые места. Бам! Оп, эсочка. Ничего себе, бам! Такое тут вообще. Прикинь, кошара, ура, ого! Кошара уработал этого носорога. Ты сломал мне челюсть! Что ж, теперь у нее есть что-то общее с твоим браком. Если покажешь снимки моей жене, я труп! Ты разрушишь мне жизнь! Не надо! Конечно, раз пистолет не помог, почему бы не пролить пару слезинок? Да не стал бы я стрелять! Я не убийца! И я люблю жену! Боже, это было всего один раз! Я просто ее телохранитель! Это она меня соблазнила! И я люблю жену! Богом клянусь! Я даже бросил эту чертову работу ради нее! Нельзя же разрушать семью из-за одной крохотной ошибки! Ну да, это моя работа. А че там Юджин Колберт? Колберт, неверный муж. Записал в блокнотик. Важнейшая информация. Полученное в ходе расследования заносится в блокнот. При этом появляется соответствующее уведомление. Окей. Подожди, а это же типа уже начало или нет? Или это так чисто? Обучалка, а потом что-то сюжет другой будет. Такой сбор... Ну, и че? Алло. Алло. Ты, дядя, ты спишь? А чем происходит? Че происходит, дядя? Блин, а недолго так будут друг на друга смотреть, камон. Алло. Можете валерьяночки налить, котик? Или там этим бубенчиком с тобой поиграть? Ты че? Ты че зависит, дядя? Ты защищаешь клиентку. Я шпионал таким, как ты. Продолжение, наконец-то. Как бы его от этого не тошнило. Ладно, давай так. Ты отдашь снимки и прикроешь меня, а я заплачу тебе в 10 раз больше, чем она. Ты захранишь мою семью и неплохо заработаешь. Что скажешь? Пару-ка. Да, получается. Сколько себя помню. Мне доставались только дерьмовые дела, долги и проблемы. Мое самоуважение. Так, я не возьму этих денег. Кто первым окажется в ныне. Но если мьют. Слушай, ну давай по рукам, окей. Меня тошнило от его предложения, но эти деньги помогли бы мне начать новую жизнь. С рекламой в газетах, с хорошими клиентами. Ладно. Ну, иногда надо бустануться, правильно? Я скажу твоей жизни, что и не о чем волноваться. Катись к черту пока. Так, это что? Когда вы принимаете решение, которое серьезно повлияет на ход событий, появляется уведомление. Вы предпочтили взять деньги, лишь бы не бросать за очередное сомнительное дело. Ну, допустим. Ты не пожалеешь, что помог Юджину Колберту. Обещаю. Такой этот. Незваный гость поставил мне несколько подарков. Теперь ствол есть. Вы первых отбитую руку. Да. Ну, но у этого типа твердая, как камень. Во-вторых, куда больше денег, чем я заслужил. Не, ну ладно, нормально. Чуть-чуть подзаработал. В-третьих, осознание, что мой моральный компас настроен не слишком хорошо. Общий ты еще услышал. Уверенность, что подарки на этом не закончатся. Да это что такое? Со стулом просто. Он хороший. Ну, что я говорил про моего друга Блоксада. Вы еще даже не знакомы, а он же предлагает стул. Тебя стучать не начали. О, да, Джейк. Джейк прав. В этом весь я. Прошу вас, садитесь. Джон, заткнись и послушай. Я тебе клиента привел. Слушай, да стилистика интересная на самом деле. То, что все животные в таком человеческом как бы виде. Это веброводчик забавляет на самом деле. Такая горилла огромная просто. Сейчас она, наверное, расскажет как раз таки про вот этот первоначальный момент первоначальный. Тут реально не успеваешь читать и кнопки нажимать, какие нужно, потому что быстро, типа, надо. Такой он вообще просто огроменный. В клетчатом костюме. Это, кстати, по-моему, Нью-Йорк 50-х годов, насколько я помню. В описании к игре это было сказано. То есть здесь музыка такая вот как раз играет. А он, кстати, смотрите, на Бэтмена в профиль похож. Как вам, не кажется так, ребят, в комментариях? Напишите мне. И если мы его срочно не найдем, то у нас появится очень серьезная проблема. Спасибо за информацию и фото. Мне это пригодится. И так, как я понял... Гарда, конечно. Так, переход между точками. Выбрать точку для взаимодействия. О, подожди, чего? А, на таб мы переходим... То есть нам надо сейчас... Я понял. То есть мы сейчас вот можем, короче... Бобби Йель, боксер из клуба Данна, через две недели должен выйти на решающий бой с действующим чемпионом. Но два дня назад он пропал. Да. Угу. Так, это правило. Ваш отец, Джо Данн, боксерский менеджер и владелец клуба, повесился два дня назад. Да. В смысле, это мужик, что ли, висел? Я думал, кто-то типа женщина был. В общем, если Бобби Йель не явится на бой, вам придется заплатить. Но поскольку у вас нет денег, клуб вашего отца будет закрыт. Да. И вы просите меня найти Бобби Йеля. Они с закрытыми глазами. Да. Ой, этими артом. Нет, это Джейк просит вас найти Бобби. А вот это уже интересно. Вот как. Что ж, во-первых... А, вы уверены, что ваш отец покончил с собой? Ага, ну давай. Ваш отец покончил с собой. И в тот же день исчез его ученик. Прошу прощения, но здесь что-то не сходится. Проклятие, Джон. Ты берешься за дело или нет? Прости, но нет. Да, о деньгах поговорим после. Конечно, вам придется раскошелиться. Ну давай. Да. Но речь ведь идет о Мэдисон Сквер Гарден. На кону стоит немало. А значит, дело наверняка окажется грязным. И затратным. Да, мистер Блэксет. Если вы найдете Йеля, и он выйдет на ринг, я заплачу, сколько попросите. Нормально. Не взялись за дело? А, вы взялись. Понял. Да, да, да. Такая стилистика Мафии 2. Только более какая-то насыщенная, что ли. А это что это такое? Это ящер какой-то, что ли? Блин, ну меня прям это очень забавляет. Вот этот стиль игры. Очень забавно выглядит. Авторам респект, конечно. Можно выразить за это. Потому что так играть интереснее, если бы это просто люди бы были. Ну, а реклама какого-то батончика Чампиас. Боксинг-Джин. Чтобы уже были дома у Йеля, ничего не нашли. Но я хотел бы сам посмотреть. Так, адрес Бобби Йеля. Это уборщица, которая нашла Тиладана, Мэри Парнел. Она ведь подрабатывает в закусочной у Сэма. Чуть дальше, по левой стороне улицы, так? Все так. Думаю, к ней я тоже загляну. И, разумеется, осмотрю клуб. Ладно. Для начала мне вполне хватит. Нормально. Сейчас будем что-то осматривать, да, походу? Так. И чего? Нажимать ВСД для перемещения в любом направлении. Окей. А, уже надо, то есть, нажимать, да? А, нам пока... Ну, давай снизу начнем, наверное, пока. Можно внизу, пойдете, нет? Перемещение камеры, расширение области. Ага, ага, ага. Я понял вас. Да я уже понажимал. Окей. Так. Переход между точками. Ну, а здесь что такое вот особо? Ну, просто картина. Это да. Ого. Перемещение камеры, ага. Ну, а что угодно, в принципе. Ну, допустим. Так, приближение или отдали. Нифига тут сколько, конечно, всяких настроек. В смысле, не настроек, а управление разного. Ну, допустим. Чтобы закончить осмотр, нажмите Backspace. Ну, это да. Окей, ладно, поехали дальше. Так, открыть блокнот. Офигеть, тут сколько действий разных. О, в блокноте вы можете просматривать заметки, сделанные во время расследования. Выберите персонаж для перехода на соответствующую страницу. В строке помощи отображаются элементы управления их функцией. Используйте мыши и клавиатуру для просмотра блокнота. Ну, я понял примерно. Только вот это очень много надо всего пока запомнить из первого раза. Так, на D надо открыть блокнот. Ага. Так, и чего? Ты про кого ты мне хочешь сейчас дать информацию? Так, вот про это мы можем почитать, что это боксер из клуба пропал в тот же день, когда этот повесился. Если он не вернется, да, не сразится с действующим чемпионом, клуб придет закрыть. Так, а это что за бык? Это его, типа, оппонент, что ли? Алло. Хватит лагать, пожалуйста, давай. Ну, как так-то? Во-во, бычара. Действующий чемпион. Угу, понял. Так, это вот это, это это. А вот он этот, владелец клуба, играет на саксофоне. Ну, я понял. Допустим, окей. Про них мы посмотрим, чтобы открыть окно дедукции. Ё-моё. Вот это. Ага. Сейчас дедукция недоступна, соберите больше улик. Ничего себе! Прикинь, тут окно дедукции. Офигеть, смотри, смотри, типа нейроны, нейроны работают. Прикольно. Хм, интересно. Как в космосе просто. Так, ну а что выбрать-то? Это у меня же еще недоступно, это надо собрать больше улик, я так понял, да? Ну да. Так, эскейп, чтобы выйти. А зачем мне это выйти сюда? В главном меню доступны зал славы, загрузка игры с места, на котором вы остановились, характеристики. Ну, это понятно. Так, все. Поехали, наконец-то, да? Так, ну я думаю, здесь рассматривать особо нечего, хотя мало ли, да? Давай посмотрим, подожди. Так, а как он? Там что-то приближение камер, тут где-то было, тут икс. О, enter, ну-ка. И чего? Панорамный обзор. Ну, тут я ничего такого не вижу, чтобы прямо... Что-то так не на ту нажал. Что-то прям это мне как-то дало какую-то инфу. Так, а наверх мы можем пойти? Можем. Блин, только я хотел снизу начать. На крышу зачем-то мы пошли. А, интересно, нам будут подсказывать или нет? Так, дверь, смотри, сейчас он... А, это он пошел обратно? Да подожди. Я думал... Вот смысл они так сделали, такое управление, я не понимаю. Ну, ладно. А вот это что? А, ну или это иксом показано теперь не рассмотрение, типа, я понял. Вот внизу, наверное, надо что-то такое поглядеть, интересно. Груши. Так, вот это что такое? Уиннинс. Так, ну это просто надпись, я думал... Да, ё-моё, опять на эскейп нажимаю. Так, ну здесь, мне кажется, ничего такого, да, нету прям аж. Так. Слушай, интересно, с чего начать. Такие вот детективные игры, это всегда для меня было сложновато. И додумываться, куда там что делать. Точнее, додумываться в скорости, потому что ролик-то надо быстро записывать. Так, запись в блокноте. Сейчас он, наверное, посмотрит, типа, расстояние, да? Угу. Высоковато висит-то, поняли, да? Рофил-то поняли, что высоковато висит-то, то есть это надо было туда как-то запрыгивать. Либо что... Не знаю почему, но что-то здесь не складывается. Ну, естественно, высоковато всё-таки. Мне кажется. Все собранные улики остаются в памяти BlackSeda. Когда вы обнаруживаете новую улику, появляется уведомление. А когда улик достаточно, вы можете воспользоваться дедукцией. Только я забыл, что он на F2, по-моему, да? Дедукция-то. Так, ну давай ещё пока пройдёмся, почекаем что-нибудь. Но здесь, я думаю, должно быть вот так всё, в принципе, отображено крестиком, да? Потому что как бы... Ой, не... Не-не-не, ну как? Ну подожди. Почему оно что-то здесь не складывается? Угу. Так, ну, надо, да, вот, чтобы побыстрее. А это что? Хм... Хм... А это что вообще там висит-то? А, это этот звоночек, который, типа, день-день, когда... Оооо, вот это что-то интересное. Сохло, но на поверхности нет пыли, и ниже краска свежая. Видимо, пролилась в тот день, когда умер Дан. Была борьба, что ли? Я не понял. Там следы даже есть ведь. Оооо. Угу. Хм... Хм... Такой же, как я. Хм... Слушайте, ну интересно играл так, позалипать, конечно. Посидеть, поразгадывать всякие эти... Кажется, это забавно. Ну что ты грушу-то подвинуть не можешь? Физика полностью отсутствует, да? Я так понял. Как-то раз я от злости разорвал такой мешок когтями. Хм... Не всё, да? То есть здесь, видите, здесь есть как бы и конкретные какие-то вещи, а есть также просто что-то, вот надписи какие-то. То есть, в принципе, не особо как бы важные, да, я так понимаю. То есть они тебя немножко должны сбивать. Так, ну-ка, здесь что? Оп, туарежек здесь. И это ж такое, фартин-инзыки. Ну, мой английский мне не позволяет, как бы, ребят, поэтому... Вы уж извинитесь, как говорится. Так, а чё мы должны все эти, что ли, посмотреть? Ну давай. Он ищет, куда ему вторых на это самое? НО ДАНК. НО ГЛОРИ. А, ну давай. Так, ну ладно. А вот эта кабинка, чё у нас? Давай её откроем. Так, здесь даже туалетная бумага висит. Ну здесь разные надписи, которые, возможно, нужно понимать. Но если бы они были, наверное, важны по сюжету, их бы перевели на русский, согласны? Так, давай здесь глянем, чё у нас здесь есть. Так, это что такое? В ходе расследования вам будут попадать спортивные карточки Зала Славы. Обратите внимание, что карточки находите вы, а не блэксеты, коллекция не влияет на сюжет. Ну, я думаю, что это не особо важная вещь. Так, вы можете открыть альбом, посмотреть. Так, ну это как бы, это уже для тех, кто хочет, так сказать, плотничком. А чё я нажал? Чё-то не то. В ходе расследования... А, ну это я уже понял. Окей, давай, приклеим карту, хорошо. Так, ну я думаю, это незначительная, так скажем, информация. Так что мы дальше пойдём. Посмотрим, что здесь есть. Перчаточки всякие. Перчаточки, шкафчики. И чё, я там ничего не увижу? О, увидел всё-таки. Бобби Ял. Сейчас он вот этот пасы закрыто, смотри-ка. Ну, ты давай там когтем-то своим можешь, жмогёшь. Что мутит там? Я не смог? Хм, заперто. Но настоящий детектив не выходит из дома без... Вот. Иногда даже самому опытному детективу приходится вернуться домой за отмычками. Хм, забыл. Так, ну да, вернёмся всё-таки. Ящик-то надо вскрыть. Мало ли там, что интересная инфа какая-то будет. Так. Поехали, да, какая красненькая у него пушка. Красненькая пушка-гонка у него. Слушайте, ну интересно сделано, да? Оп, звонит кто-то. То есть, в принципе, я мог бы помимо этого, видите, я чё сейчас не сделал? Как бы, ну, из-за незнания. Я бы мог бы обойти бы весь этот всё здание и, может быть, ещё улик собрать. А я поехал за отмычками. Думал, что он сейчас сразу же вернётся, как бы. Надеюсь, это был не клиент. Хотя, скорее всего, какая-нибудь реклама. Ну. Ещё хуже. Группа поддержки ветеранов войны. Ну, не факт, не факт. Скорее всего, уже... Я был уверен, что оставил отмычки на столе. Отмычки отсутствуют. Получается. Блин, ну я зря вернулся, на самом деле, но я ведь не знал. Так, ну и чё, давай посмотрим, что нам сейчас там отмычки надо найти где-то. Так, это что такое? Ещё одна зал славы, далее. Так, здесь что? Ну, там вряд ли мы найдём отмычку, конечно. Я думаю, в окне, да? Оп, такой, посмотри. Никогда не пойму, как меня угораздило родиться в Нью-Йорке. Но главная проблема в том, что я всё ещё здесь. Ну, чё, проблема-то сразу нормально. Так, ну давай глянем, что у тебя ещё здесь по углам. Так, ну там выйти, скорее всего, будет. Так, здесь чё? Виски. Прекрасный запах, а вкус ещё лучше. Смирнов принёс бутылку в благодарность за одно... Смирнов? Услугу, за которую полицейский никогда не должен брать плату. Так, а он же не полицейский. Сигарету курил комиссар полиции Смирнов. Хм, русский шли. Судя по тому, как он её затушил, он очень нервничал. Там уж спёр. Спёр по-любасу, спёр. Спёр отмычки, да? Нервничал, потому что спёр отмычки и хотел быстрее свалить. Вот это мне, наверное, так кажется, я думаю. Стопудня. Что, если единственное, что ещё держит тебя на плаву, одновременно не даёт тебе двигаться дальше? Забыть, помнить. Ну-ка, ещё рано говорить прощай. И она всё равно не услышит. Наталья, о, май. Так, давай. Тут что у нас? Что же ты сделал, чтобы стать символом тысячелетней культуры? Дальний родственник. То есть, забавно. Так, ну, больше вроде ничего здесь нету, да? Музычка такая. Ого! Вот это здесь дофига всякие. Иногда я так же печатаю на ней отчёты, которые никто не читает. И счета, которые никто не оплачивает. Как и всякий детектив, я люблю выпить, я притворяюсь, что пью. Да ладно, что? Нельзя называться детективом, если ты трезвенник. Но бутылка тут не для этого. По правде говоря, текилы я чищу от мычки. Более того, я как раз закончил их чистить, когда ко мне ввалился этот носорог. Наверное, мы их смахнули во время драки. Ну, ой, дали, да? Ну-ка давай, а вот здесь ещё в ящике чекнем. Музыка какая-то такая уже, да? Нагнетающая. Так, ну здесь ствол, письмо. Может, лучше ей позвонить, а она умеет, могёт. Так, Уикли сделал довольно откровенные фотографии с любовницей. Окей, сменить точку на какую? А, на пистолет. Интересно, осмелился бы носорог пустить его в ход. Ну, здесь такие, короче, я понял. Здесь пока просто такая пустая инфа, как бы он просто ходит. То есть мы о нём какие-то моменты больше. Так, это можно кому-то позвонить, не звонить. Пока мы звонить никому не будем. Мы пойдём посмотрим то, что он говорит, могли смахнуть отмычки. Потому что, я думаю, нам надо найти отмычки. В принципе, пока на этом наш ролик закончить. Иначе мы тут будем сейчас три часа... О, нашёл, да? Сейчас надо найти, чем достать. И чего? И чем я должен это поддеть? Чем я должен это дело поддеть сейчас? Интересненько, интересненько. Слушай, ну а реально чем? А просто отодвинуть диван там, вот это не... Вот отсюда вот так немножко в бачок отодвинуть и всё. Слушай, ну а что делать-то тогда? Ну а что, куда-то уходить, выходить или что? Ну да, попробуем на дверь нажмём. Прийди ему... А, не-не-не, я никуда не пойду. Да-да-да, вот, появилось всё-таки, окей. Отодвинуть диван-то, да? Давай, давай, вот. Опять кто-то звонит, да ё-моё. Большинству детективов спокойнее, когда в кармане есть пистолет. Я же предпочитаю отмычки. С ними точно меньше проблем. Так, ну иди ответь, ты кошара. Иди ответь, звонять, звонять, мой френд, звонять. Ответь-ка. Ответь-ка. Куда он приставил? Я просто делаю свою работу. Эй, я просто делаю свою работу. Следующая остановка, дом Бобби Еля. А тот зал не осмотрел. Так, ну что, ребят, я думаю, что мы, наверное, на этом пока закончим наше, так скажем, детективное расследование. Посмотрели игрушку. Я, на самом деле, говорю, в интерактивное кино играю впервые. И мне кажется, не зря я начал с этого, потому что, ну, вот это прям выглядит очень интересно. По крайней мере, мне вот за съёмку ролика ещё не надоело в неё играть. Естественно, потом я продолжать не буду без вас, да? Вот. Но, тем не менее, пишите ваше мнение в комментариях. Как вам игра? Понравилась? Нет? Сами, может быть, уже играли? Ждали, может быть, эту игру? Будет интересно ваше мнение почитать. Ну, а на сегодня всё. У вас был на связи. Спасибо за лайкосик, за подписочку и за просмотр, конечно же. Всех обнял. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok